В кабине этого 130-тонного БелАЗа нет водителя. Огромным карьерным самосвалом управляет робот. Машина едет по заранее проложенной траектории, погружает и разгружает условный уголь в нужных местах, объезжает препятствия, пропускает другие грузовики. Сейчас вы как раз увидите, что самосвал полностью в автоматическом режиме умеет выполнять все операции, которые может делать человек. Это первый в мире роботизированный БелАЗ. У авторов разработки из российской компании Вистгрупп ушло несколько лет на создание системы, способной управлять самосвалом. Машину ведет программа, которая сопоставляет заложенный в нее маршрут с изображением с нескольких камер. Изменять задачи при необходимости можно по радиоканалу с обычного ноутбука. В крайнем случае человек может взять управление на себя в офисе, где оборудована удаленная кабина. Это контроллеры системы управления, которые работают с исполнительными механизмами самосвала, и бортовой компьютер, который принимает все сигналы, включая высокоточную навигацию, которая управляет передачей данных, и где записывается маршрут, который, и, соответственно, режимы, в которых должен двигаться самосвал. Такие роботы по замыслу разработчиков должны постепенно прийти на смену живым водителям. В добывающих компаниях уже подсчитали возможные прибыли от новой системы. Установка оборудования на один самосвал обойдется примерно в 60 тысяч долларов и окупится меньше, чем за год. Водители – очень серьезный недобор по многим предприятиям. Просто не можем найти людей. Все там соседние деревни, все уже кто может, уже работают у нас. И не хватает все равно. То есть это тоже одна из предпосылок для развития этой темы. На Белазе уже думают о новых машинах без водительских кабин. Но до массового производства таких грузовиков еще далеко. Полностью отказаться от водителей и перейти на роботизированные самосвалы не собираются. Ни в Белазе, ни в горнородных компаниях. Даже через 10 лет, по самым скромным подсчетам, роботов на карьерах будет не больше половины от всех машин. И большинство из тех двух тысяч самосвалов, которые ежегодно производит Белаз, будет по-прежнему востребовано живыми людьми.